Переоценка ценностей или воспоминание того, что мы забыли. Именно об этом мы сегодня поговорим. То есть переоценка ценностей во время, когда деньги необходимо считать, она должна быть. И вот сегодня вместе с подъемником мы предлагаем вам использовать совершенно новую технологию. И теперь мы поговорим о том, о чем мы говорили всегда. О том, что необходимо соблюдать чистоту, скажем так, окружающей среды. Ну то есть не какать там, где живешь. А этим мы часто занимаемся. Да, каждый из нас автолюбителей этим занимался и не раз. Помните, да, колеса бушные мы просто выкидывали на свалку. Был такой грешок. Сейчас можно такого греха избежать. И не делать из нашей любимой России, ну непонятно что. И тем более, что подъемник вот здесь организовал пункт по приему и утилизации автомобильной резины. Для частного сектора это бесплатно. Ну, предприятия, конечно же, должны платить. А теперь про тот частный сектор, который платил бешеные деньги за использование солярки для отопления. Потому что, ну, газ не сильно спешат тянуть, хотя можно использовать и электричество. Но сегодня есть альтернативное топливо, получаемое после того, как ваши колеса будут переработаны. Живя на Урале и путешествуя по городам и странам, понимаешь несколько вполне очевидных вещей. Магнитогорск – город с никакой экологией это раз. При этом, как город, он максимально мудро спланирован и это два. Поселки Магнитки и окрестностей отличаются большим порядком и прибранностью это три. Последний пункт, вероятнее всего, объясняется наличием в Магнитке лучшего генофонда, еще той царской России, согнанного сюда в 30-х годах прошлого столетия. Именно поэтому у магнитогорских девушек ноги стройнее, а лица приветливей. У магнитогорских бизнесменов реакция на Хука или Маваши российского экономического разгильдяйства оперативнее. Некоторые, конечно, тупя и привыкнув работать на откатах, копытца-то и пооткидывали. Но мы про тех, кто смог, прогнув банки, в раз повернувшиеся к народу пятой точкой, запустить во времена нечистые производства, призванное очищать магнитогорск. Оказывается, резину можно не сжигать и не засорять нашу любимую атмосферу, тем более, что у нас новый воздух и так в городе не самый чистый, но это особенности производства металлургического. Что у вас на выходе получается? У нас на выходе получается печное топливо, получается металлокурт и получается твердый остаток, это сорбент, то есть углерод. Мы, значит, наши инженеры, продумали, как в дальнейшем поступать с нашей продукцией, да, и сконструировали форсунку специально для нашего жидкого топлива, который можно отапливать любое помещение от минимального до больших объемов. Проблема утилизации автомобильных покрышек и проблема здоровья нации – это все вместе и более чем кстати. Хотите получить рак? Не проблема. Регулярно сжигайте авторезину, храните ее в погребах рядом с картошкой и довольно скоро на тот свет и в белых тапочках, предварительно отдав за лечение все то, что вы заработали за свою жизнь. Возможно, этим вы стимулируете медицину, находящуюся в плачевном состоянии. Тоже вариант – принести пользу Родине. А можно и другой вариант – не гадить, где живешь. Тут просто. Приехав в гараж, это я для частника, посоображайте. А старая авторезина нужна ли вам? Метод утилизации совершенно прост. Пункт технического осмотра Орженикидзовского района. И техосмотр и выполнение социальной задачи. Сделать город чище. А как грамотно переработать и сделать из мусора конечный годный к переработке продукт – это задача подъемника. Цена вашей форсунки и цена форсунки, допустим, оригинальной германской. Оригинальную германскую форсунку мы привезем, разумеется, в евро. А евро сейчас немножко других денег стоит. Ну, на сегодняшний момент, по прошлому году, наш цех, он отапливался непосредственно германской форсункой, которая работала чисто на солярке. Она нам обошлась два года назад в 40 тысяч рублей. Наша форсунка, себестоимость, мы просчитали, она будет обходиться с заказчиком, если кто-то будет у нас заказывать такие форсунки, в пределах 15-20 тысяч, это в зависимости от мощности. И, во-первых, здесь я бы хотел отметить отличающиеся возможности нашей форсунки. То есть, зарубежная форсунка или аналог зарубежной форсунки, непосредственно, которая работает на топливе, на солярке, они, расход топлива у них в пределах от 3 до 4 литров. То есть, это порядка, в сутки мы сжигаем порядка 100 литров. Вот, наша же форсунка работает где-то порядка, вот, 1,2-2,4, это за час. В сутки получается это где-то 30-40 литров. Но цена солярки и цена нашего печного топлива значительно отличается. Солярка на сегодняшний момент, если тонна, это стоит 20 тысяч рублей, наше топливо стоит 8 тысяч рублей за тонну. И здесь, по-моему, экономику может любой просчитать, как это выгодно и как проще жить зимой с меньшими затратами. Уж кто-кто, а я-то знаю процесс. Все-таки энергофаг, кафедра ТИИМП, затем аспирантура, к сожалению, не оконченная. И вот, из загруженной предварительно разрезанной авторезины, практически без выбросов, выходит годный продукт. Углерод поверхностно активный, это для МЧС. Металлолом, это для родного комбината. Газ, это естественно для собственных нужд. И жидкое топливо, это для населения. Жидкое топливо, это зажигается проще солярки. И имеет промежуточное октановое число между 60-м бензином, был такой в войну, и дизельным топливом. Конечно, в обыкновенной дизельной горелке спалить его можно. Но чтобы достичь максимальной производительности по теплу, и минимального расхода топлива, и минимального, опять же, выброса копоти и сажи, нужна вот эта горелка. Вот так она работает на практике. А вот такой дымок из трубы. Это не монтаж. Дыма реально нет. Есть только пар и углекислый газ. Ну и главное. Подъемник может утилизировать практически все вредные отходы производства. Масляные опилки, ветош, спецовки, пластиковые канистры и бутылки. Вся деятельность, естественно, лицензирована. Если у вашего предприятия есть проблемы с утилизацией того, что в принципе может гореть, обращайтесь в подъемник. Ну, куда девать макулатуру и металлолом, мне вас учить не надо. Пионерами были все. А те, кто не был, станьте пионерами по очистке своего бизнеса дома и дачи от хлама. Вот так сегодня и сейчас. Вы можете помочь нашему городу вместе с фирмой Подъемник стать чуть более чище, чем другие города. Редко кто реализует новые технологии. Так вот, они и реализованы. И вы приезжаете сюда на Орженикинзовский пост технического осмотра, что в сторону Челябинска, привозите свою старую резину. Представляете, как здорово, да? Не надо никуда ездить. Просто положили в багажник. И тут сдали ее. Вас, конечно, вот сюда не пустят, чтобы вы посмотрели, как это все делается. Но теперь и наглядно. Что происходит с вашим колесом? Мощные гидравлические ножницы его разрезают. А затем? А затем уже чудеса пиролиза. И в итоге? И в итоге и металлолом, и сажер для дальнейшего использования. Ну и то самое замечательное, экологически чистое топливо.